Мы приветствуем подписчиков и гостей канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 5 смартфонов до 3000 рублей 2024. Самые дешевые телефоны. Ссылки на лучшие смартфоны до 3000 рублей вы найдете в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. Ну а наш рейтинг возглавляет смартфон F+, SA50. С 2 гигабайтами оперативки и 16 гигабайтами встроенной памяти. Вообще, когда мы говорим о смартфонах до 3000 рублей, тут конечно не стоит задачи купить хороший смартфон. Потому что на первичном рынке это невозможно. Ну вторичный рынок мы не берем во внимание. Тут как бы задача главная не нарваться на совсем уж плохую модель. Модель, которая приведет к тому, что вы просто выбросите деньги на ветер и все. И потом этот телефон или в комиссионку сдадите или выбросите вообще. Поэтому как бы в данном случае, вот если говорить об F+, SA50, это модель, которая тянет базовые приложения, какие-то например там WhatsApp тот же. Потому что тут операционная система Android 12. И на удивление машинка данную операционку тянет. Причем тянет терпимо. Процессор стоит Mediatek MT6739. Аккумулятор на 2000 мАч. Одна камера основная на 5 мегапикселей. Ну в принципе большего ожидать от такого телефона наверное-то и не стоит. Экран с разрешением 854 на 480, 5 дюймовый. В принципе нормально. То есть пользоваться этим телефоном вполне можно. Понятно ни о каких игрушках речь не идет. Ну разве что о самых-самых простых. Но какие-то приложения тянет. Ну по крайней мере мессенджеры вот это вот. Пользоваться можно. Звонить, смски писать. Это вполне нормально. И всего лишь цена 1615 рублей. То есть мы укладываемся в наш бюджет. Еще хватит денег на чехол. И на какие-нибудь дополнительные прибамбасы к телефону. Например наушники недорогие. Следующий вариант. Это у нас смартфон BQ 5533G Fresh. Это двухсимочный смартфон. Неплохо собранный. Потому что BQ это бренд хоть и дешевых телефонов. Но здесь идет проверка качества. Причем любых линейок, любой продукции. Поэтому нарваться на брак будет сложнее. Чем когда вы приобретаете какой-нибудь но-нейм. Соответственно 2 гига оперативки. У него 16 гигабайт встроенной памяти. Идут микросим. Симки стандарта микросим. Экран IPS 60 до 5,45 дюйма. Неплохое. Разрешение 960 на 480. Ну и тоже можно сказать, что потянет мессенджеры. Особо ожидать от него каких-то там свершений не приходится от этого телефона. Камера одна. Основная на 2 мегапикселя. Совсем никакая будем говорить. Поэтому F Plus и занял первое место. Аккумулятор на 2000 мАч. Ну и опять же процессор неплохой. Операционная система Android 10. Которая в принципе неплохо работает. Ну если не загадить эту систему различными приложениями. То работать будет относительно неплохо. 2530 рублей стоит. Следующий вариант это тоже смартфон BQ 5560L. В данном случае версия совсем недорогая. За 1880 рублей. Ну и сборка у нее довольно таки примитивная. 1 гигабайт оперативки. 8 гигов встроенной. Ну и тоже чисто позвонить. Написать смски. В WhatsApp посидеть. В ВК там. Ну не больше. При этом надо быть терпеливым. Потому что подтормаживать будет. Особенно когда вы отправлять будете картинки. Там либо что-то еще через WhatsApp. Аккумулятор 2500 мАч. Процессор Unisoc SC9832E. Две симки. И 11 Android. В принципе симпатичненький такой смартфончик. Как бы ну за свои деньги пойдет. Следующий вариант это смартфон BQ 4030G. Nice Mini Blue. Телефон либо в синим цвете. Да в таком прикольном. Либо в темно-сером. Ну темно-серая версия мне не очень понравилась на вид. У него относительно небольшой экран. Менее 4 дюймов. 3.97. Матрица ТН. 800 на 480 разрешение. 1 гигабайт оперативки. Встроенной 16 гигабайт. Одна камера на 2 мегапикселя. Аккумулятор на 1550 мАч. Довольно быстро разряжается. Но тем не менее телефон тянет мессенджеры. С трудом, но тянет. Ну и соответственно попользоваться им можно. По крайней мере ну как перекладной вариант. Его вполне можно использовать. До того момента пока не накопите на нормальный телефон. 2029 рублей стоит. Ну и наконец на пятом месте у нас расположился смартфон BQ6051G. Получается у него 1 гигабайт оперативной памяти. Одна камера на 5 мегапикселей. Ну получается экран побольше 6 дюймов. Разрешение 1560 на 720 IPS 60 Гц. И аккумулятор на 3000 мАч. В принципе тянет приложение. На 11 андроиде он идет. Ну и из всех телефонов. Если брать только чисто мессенджеры. Он работает практически шустрее всех. Ну есть определенные нарекания. Во-первых маловато оперативной памяти. Сюда двушку воткнуть. То ему конечно цены не будет. Он бы занял одно из первых мест. Ну а так только пятое место 2677 рублей. Ссылки на лучшие смартфоны до 3000 рублей. Вы найдете в описании данному видео. Пожалуйста переходите смотрите. Если этот ролик был вам полезен. Ставьте палец вверх. Жмите на кнопочку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам хорошего.